Следующим нашим шагом будет регулировка интенсивности Skylight. То есть мы помним с вами, что это такой небесный источник освещения, который делает такое равномерное освещение на всей сцене. И он, соответственно, видите, пытается что-то тут засветить. Нам это совершенно ни к чему, поэтому мы с вами будем данный Skylight ночью просто-напросто отключать. То есть, другими словами, вот этот вот Intensity Scale у Skylight я собираюсь выключить. Ну, в 0, наверное, это будет некорректно. Вот, то есть, опять же, я поставлю где-нибудь там, я не знаю, 0,2 какое-нибудь. Да, ну, тут видим, такие есть пока что глюки, но потом сами попытаемся их исправить. Вот, но главное, чтобы, видите, сделать максимально темную поверхность, потому что ночью на самом-то деле темно. Нам здесь мешает понять это автоэкспозиция. Давайте мы с вами, наверное, ее сделаем ручной. Вот, и, соответственно, вот так вот уже более наглядно. Теперь никакой автоэкспозиции нету. И уже мы видим, что действительно темнота. Вот, ну, давайте, собственно, будем с вами заниматься с Skylight. Создадим отдельную кривую. У нас это Float, Curve и Skylight. Ну, и получается Intensity тоже. Здесь принцип точно такой же. То есть, у нас с вами имеется время рассвета с 4 до 5. А, нет, от 5 до 6. Я правильно мыслю, да, от 5 до 6. Значит, с вами сразу же ставим две точки. Значит, 0 и давайте 0,2 поставим. У этой тоже, нет, постойте, у этой, вот эта должна быть, так, нет. Получается, вот тут у этой должен быть 0. А, нет, наоборот, 5, 0,2. А у этой 0, 0,2. Вот. Это у нас первая, так скажем, да. То есть, теперь, третья точка у нас получается в 6 утра должна стать единичка. Да, то есть, ну, Scale будет единица. В принципе, ну, я не знаю, там, есть ли смысл больше единицы ставить. Хороший, надо вернуть обратно на день. Давайте вернем. Так, 3. Sky, SkySphere, Refresh. И, соответственно, Skylight. Давайте посмотрим с вами, допустим, тройка. Да нет, ну, это явно засвет какой-то. Один. Ну, мне кажется, единица вполне нормально будет. Но вы можете, опять же, свои значения указать, если вы считаете, что так будет лучше. То есть, собственно, вот у нас от 5 часов до 6 часов у нас меняется интенсивность Skylight с 0,2 до 1. Соответственно, дальше у нас с вами получается до 19 сохраняется эта величина. 19 у нас будет единица. Значит, дальше, соответственно, у нас следующая точка 20 и уже снова 0,2. Вот. Ну, и как я уже, в принципе, привык, да, то есть ставим тоже 24 и тоже 0,2. В принципе, вот такой вот график получился. Да, то есть, ну, такой же, как, в принципе, для Intensive Directional Light. Да, то есть, в принципе, можно все это регулировать так, как вы хотите. Вот. В принципе, тут на этом все. То есть, мы с вами сейчас всем тоже разобрались более-менее. В следующем уроке мы с вами поговорим еще про цвет освещения у Light Color. Потому что, на самом деле, это вещь важная. Вот. Я считаю, что нужно этот момент тоже учесть. Плюс, поскольку мне не нравится, что тут такое смешивание цветов вот этой вот сцены. Плюс вот этот накладывается. Вот. То есть, мы с вами видим, да, например, вот смотрите. Вот тут, видите, такой красный цвет. Тут такой, видите, какой-то темный. Вот. Причем, мы-то с вами выбрали вот этот цвет. Почему тут темный такой цвет происходит? Потому что он берет вот этот вот Capture Scene. Тут, по идее, есть какая-то кубическая текстура. Она, правда, вряд ли подойдет. Так, ладно, какую-нибудь любую другую. Вот. И тогда с ней уже будет как-то меньше проблем. Вот. Ну, тут это, наверное, тоже на мне особо не подойдет. Но все равно уже по-другому все это. То есть, это, видите, становится более такое красного оттенка. Там было прям вообще темное. Вот. А я хочу прям вообще белое освещение. Вот. Но об этом мы с вами поговорим в следующем видео.